Я нахожусь в районе администрации. Это как раз центр города. И скорее всего, если вы будете снимать жилье или покупать вторичку, то тогда вы будете рассматривать или район администрации, где я сейчас нахожусь, или район разъемки. Это довольно оживленное место. Рядом с администрацией находится сотное здание Инга. Некогда оно было изюминкой и достопримечательностью города. С другой стороны находится, вот прямо по курсу находится Хребет Котх. Дальше вот эта вот администрация. Машины как раз стоят рядом с администрацией. Чуть левее находится налоговая инспекция. Вот здесь находится, прямо по курсу находится ЗАГС. И здесь по субботам обычно проходят свадьбы. Довольно красивое дело. И с другой стороны находится сам микрорайон. Пройдемся по этому микрорайону и посмотрим, что же это такое. Сейчас я нахожусь на здании, в котором находится магнит. И здесь всегда оживленно. Внизу находится стоянка. Рядом находится столовая, множество магазинов. Пройдем посмотрим. Одна из особенностей этого района, то, что его строили до перестроечные времена. То есть по тем районам, по тем нормам, которые были еще при социализме. И это значит, что во время паводков и во время разливов Секупса этот микрорайон не подтапливается. Ну, может быть, подтапливаются подвальные помещения, это я не знаю. По крайней мере, в Ленина 203Г, в котором я уже немного жил, такая ситуация была. Но как ситуация проходит с вот этими домами, я пока не знаю. Итак, пройдем, посмотрим обстановку и как здесь живут люди. В принципе, дома здесь обычные, социалистического стиля. Такие районы есть буквально везде. Единственное, что может быть здесь сейчас, в конце февраля, в начале марта, гораздо теплее. И есть трава, и нету снега. Там с Ингой находится столовая. Сказать о качестве пищи я не могу, давно здесь не питался. Обычно я порекомендую сюда приезжать тем организованным группам, которых иногда я вожу в горы. Так, Ленина 217. Детские площадки. Мама с детьми прямо по курсу на 9 этажах. Когда-то она была, в 9 этажах было всего лишь 2, в горячем ключе, и все эти 9 этажки были в районе пенсионного фонда. Значит, что здесь было раньше? Когда-то, давным-давно, конечно, ничего здесь этого не было. Здесь находились теплицы. Потом, после развала СССР, или перед этим развалом в 90-х годах, началось строительство, и вот появились вот эти 5-этажки. Еще немного раньше прошло разделение Обширомского района на Обширомский район и Горячий ключ. И вот, в связи с тем, что Горячий ключ находится в довольно-таки удобном местоположении, в 50-ти километрах от шумного Краснодара, он решил расстраиваться и развиваться. Ну вот, я дохожу до конца микрорайона, где-то минуты 3-4 в одну сторону идти. Сейчас обойдем вот этот заборчик и пройдусь на Псикуус. Посмотрим, как там обстановка, как обстоят дела. Еще совсем недавно, около недели назад, были дожди, были потопы, были МЧС слали предупреждение о том, что будет происходить потопление, но все обошлось. Еще раз повторюсь, что вот этот микрорайон, ну, район Пенсионного фонда, он как бы состоит из двух частей, из новостроев, которые были совсем недавно построены, и тех домов, которые были построены в 90-х годах. Так вот, вот этот микрорайон, он не подтапливается. Вода поднимается, наверное, вот досюда, то есть на метров 8. В связи с чем происходит подтопление? Дело в том, что раньше Псикуус спетлял, и его в 60-х годах решили спрямить, чтобы построить трассу М4, чтобы не было угрозы разрушения этой трассы, чтобы было людям гораздо удобнее ездить. Псикуус спрямили, его спрямляли вплоть до автомобильного моста, который идет через революцию. Ну и, соответственно, здесь, вот в этом районе Пенсионного фонда, смотрите, все тут. Как повалено, сколько тут нанесло дров. Интересно, что делают. А что вы делаете, если не секрет? Червей копают. Да ладно! А что? А разве, а где потом ловите рыбу? Решки. Понятно, спасибо. Ну, товарищ, оказывается, червей копает. Совсем недавно было подтопление. Смотрите, сколько нанесло ило, сколько нанесло разных дров. Итак, вернемся к этой теме. Спрямляли Псикупс. Спрямляли то место, где раньше находился этот город. То есть до моста на революции. Ну, соответственно, здесь этот Псикупс перестали спрямлять. И, соответственно, сюда с ремгла выносится вся весь гравий, который образовался в горах. И, соответственно, с этим делом здесь возникает подъем воды. Вот, смотрите, кстати, дерево сюда притащило. То есть совсем недавно было. Вот, ну, корни совсем свеженькие. Значит, относительно вот этого уровня поднималась вода на метра 3-4. Кстати, живу здесь 15 лет. И когда-то давным-давно вот это вот место, не знаю, это водоотливы или сливы, ливневые стоки, так вот труба проходила вот там, где идет вот это вот деревце. То есть потихоньку за 15 лет съела река, наверное, метров 15-20. Вот, и дальше наверняка здесь дальше будет это все дело съедать и спрямлять. Куда ходят или во вторую школу, или в третью школу. Третья школа – это район церкви. Идти до школы минут, наверное, 15. Вот это вот прибрежная зона, в которой находятся множество деревьев осин, да? Наверное, тополя осины. В них живут очень много птиц. И летом по утрам орут они очень хорошо. В микрорайоне есть детский садик. Множество этих детских площадок. И, как видите, спокойно. Такое непроездное место. То, что шумит или, не знаю, доносится до сюда или нет, это шум псикупса. Когда-то давным-давно здесь вырубали деревья, хотели построить высотные дома, но жители встали против этого дела. Застройки прибрежной части, наверное, правильно сделали. И вот, смотрите, вот тут вот рядом. Опять построили этот забор. Наверняка здесь что-то собираются опять точечно строить. Вот так вот идет точечная застройка. Не знаю, какой тут домик построят. Может быть большой, может быть девятиэтажку какую-нибудь. Вот интересно будет посмотреть. Завезли сюда грунт. А вот, смотрите, небольшие дома строят. Вписали же их. Цветет в конец февраля. Включи 15 лет. Если есть вопросы по переезду, спрашивайте. Если вы уже находитесь на чемоданах и вам нужны специалисты по подбору недвижимости, смотрите, в подписи находится мой ватсап и моих друзей. Обращайтесь. Я практически обошел микрорайон по периметру. Ну, примерно, наверное, минут пять в одну сторону, пять в другую сторону. Иногда спрашивают, какой лучший район в горячем ключе, я мог бы посоветовать. Вообще, горячий ключ обойти можно за примерно час. Ну, полтора часа максимум. И, скорее всего, если вы будете покупать недвижимость во вторичном жилье, квартиры, то тогда, скорее всего, будете рассматривать район пенсионного фонда. Так, куда-то я не туда забил. Секрет. Как узнать, подтапливается дом или нет? Нужно узнать, хранят ли жители дома в подвале какие-либо вещи. Если никто не хранит в этих вещах в подвале, то тогда, конечно же, дом подтапливает. К чему я говорю, вот подходим к Ленина 203 Г, в котором я жил. И вот как раз, когда мы сюда переезжали, 15 лет назад, то тогда этот дом достраивался, и в нем сдавались квартиры. В принципе, тогда довольно-таки удачно купили квартиру. Но вот недостаток этого дома. Преимущество в том, что он находится... Преимущество было в том, что он практически в центре находится. Тихое место. Но во время ливня... Нет, не тогда, когда поводок были, поводки были, а когда были дожди. Тогда вода не успевала уходить по ливнестокам, и в том числе попадала в подвал. Вот такие вот секреты. Если в подвале находится вода, то, конечно же, будет и комары летать, будет и сырость. Не совсем удобно. Вот когда я сюда заезжал, тогда с этой, с левой стороны, находились гаражи. Он, кстати, гаражный кооператив. Еще остался. Ну, а вот, потом эти гаражи убрали, и вот построили дома. Куда не заходил. Смотрите, какие красивые домики. Ужалю исследовать район пенсионного фонда. Смотрите, какие интересные дома. Раз, два, три, четыре. Четырехэтажка. И внизу находятся гаражи. Кажется, эти дома строили для переезжающих из Германии военных. Строили эти дома турки, насколько я не ошибаюсь. Вот такие вот необычные места здесь есть. Ну, и в завершении моего обзора хочу сказать, что в районе пенсионного фонда много детских площадок, и обычно люди, которые живут, в том числе и в частном секторе, сюда приходят поиграть с детьми. Я приходил сюда с сыном и с дочкой, когда они были. вот так вот. Если есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот одна из этих площадок. Вот одна очень удобная детская площадка. Здесь и качельки были. Вон они до сих пор висят. На этих качельках мы качались с сыном. Я поучил говорить слова. У меня с ним была забава. Я его качал, а он повторял слоги. Вот такие вспоминания. И деревья, кстати, стали выше. Ну, конечно, прошло уже сколько? 8 лет.